шалом уважаемые дамы и господа мы продолжаем изучать строение миров сегодня наша тема седр и штальши лут порядок поступенного снисхождения миров как возможно чтобы из бесконечного света творца произошли ограниченные миры аренцов то есть бесконечный свет творца дает жизнь мира прибывает мира и с помощью именно вот этого поступенчатого снисхождения миров седр и штальши лут именно с помощью сжатия света а сжатия света называется цим цун освободилась с места для ограничения миров слово и штальши лут произошло от слова шальшелет цепочка то есть вот эта цепочка состоит из многих звеньев посредством края нижнего звена последнего звена в шальшелет в этой цепочке всевышний создал наш физически материальный мир всевышний сжимает ор энцов и он светит посредством вот этого последовательного снисхождения ступени от одной к другой по мере спуска света снижается естественно его духовность и свет который когда-то еще был великим абстрактным и безграничным становится более ограничен так он снижается по цепочке пока не опускается на определенный уровень духовный уровень настолько низкий что именно в таком состоянии из него возможно было создать материальный мир здесь нужно подчеркнуть что порядок снисхождения миров ни в коей мере не затрагивает не дай бог сущность творца мы с вами учили еще на первых занятиях сущность творца называется от смут то есть вот это сжатие которое происходит очень сложным тяжелым духовным путем ни в коей мере не ограничивает не дотрагивается и не влияет на от смут на сущность творца и все понятия и этапы снисхождения не относятся к самому творцу а только к ограничению его света собер и штальшилут относятся только к ор энцов который является лишь отблеском славы всевышнего и сиянием исходящим от его сущности так один луч солнце например по отношению к самому солнцу не имеет никакого значения вы спросите зачем все это нужно для того чтобы была возможность создать наш материальный мир мы с вами возьмем огонь который набирает сумасшедшую температуру в этой температуре плавится все в таком огне невозможно будет произвести ничего обработать ничего этот огонь нужно довести до определенного уровня чтобы он мог каким-то образом влиять на то что находится в этом огне возьмите любую печку в которой мы готовим еду смысл сила и качество этой еды будут зависеть от температуры то же самое в принципе происходит созданием нашего мира всевышний регулирует свой свет доводит его до определенного состояния чтобы была возможность создать наш мир и вот это вот понятие и штальшилут или поступенчатое нисхождение спуск по сепочке мы встречаем с вами в книге зор где написано такие слова все миры связаны одним один с другим как цепь которая связана с звеньями понятия низ и верх неприемлемы к духовным миром и поэтому низ и верх они оцениваются также как два мудреца один более великий чем другой не потому что их величие определяется их размером или местом а только лишь духовным объемом когда мы говорим слово вверх а мы будем с вами использовать слово вверх низ больше меньше и так далее это значит что там орынцов светит более раскрыто когда мы говорим с слово низ это значит что там свет проявляется на меньшим духовном объем и так происходит слово и штальшилут как мы уже говорили шальшелет цепочка поступенное снисхождение звеньев звено за звеном где верхнее звено скрывает в себе более духовный объем света и освещает нижнее звено она освещает его уже отблеском от более высокого света и так этап за этапом каждая ступень сжимает и снижает духовность света и его жизненную энергию так что остается только уже нижнее проявление этого света и нижнее проявление света давайте еще попробуем запомнить еще один уровень бхина тактона нижний аспект который является наружным проявлением или отблеском и так до бесконечности как мы уже сказали что самая нижняя ступень сошедшего вниз света отображает самую высокую ступень цепочки но даже несмотря на это невозможно ограничить и придать материально свету почему потому что он совершенен духовен безграничен как же вообще возможно чтобы уровень сов создал вот эти ограниченные миры это трудный на первый взгляд вопрос может быть задан по отношению ко всему кроме всевышнего которого безграничные возможности он может в любой момент из безграничного создать самое ограниченное он может создать миры с их природой границами материальностями и это во многом скрыто от нас но мы попытаемся с божьей помощью все-таки немного понять и разобраться в процессе сотворения миров шалом шалом а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok